Игорь, здравствуйте! Часто вижу тезис, на что войну сподвигло НАТО своими расширениями. И теперь, что тем, что плевали на предупреждение мольбы нашего руководства, и что это выгодно США и НАТО, так как легитимизировала НАТО, и много шекелей производителям оружия принесла, выкинула РФ из экономики ЕС, освободив рынки. Что думаете? Это правда! НАТО действительно вело себя отвратно, Европа действительно вела себя отвратно, да и коллективный Запад, как его там сейчас называют, вел себя тоже так себе. Но, признаюсь честно, и мы хороши. Когда у нас было расширение НАТО в 2004 году на территорию Прибалтики, Россия не сказала ни слова. Владимир Путин, когда Прибалтика входила в НАТО, и действительно НАТО впервые подошло к границам России, не сказал по этому поводу вообще ничего. Что и удивительно, несмотря на то, что в 2001 году с Бушем Путин еще имел разговор, в котором он спросил, может ли Россия вступить в НАТО, и Буш отшутился. Запад не хотел принимать Россию в НАТО, Запад не желал принимать Россию в НАТО. Вот, собственно, Запад и получил себе Путина, такого, какой он есть. Я понимаю, что Путин это продукт нашей среды, но не только нашей среды. Эта среда еще внешне тоже обрамлялась. Обрамлялась она внешне нежеланием принимать Россию в международные институты, нежеланием поднятия в Россию экономики, нежеланием интегрировать Россию в западные институты. Но, естественно, у нашего Владимира Владимировича сложилось мнение о том, что она всегда такая, эта Западная Европа, она всегда враг, а если мы не будем врагами, то мы будем на подачках у Европы. И эта мысль была подхвачена в народе. Широко на добрую почву легло это представление о том, что нас там не ждут. А кто нас ждет? Даже многие из вас сейчас могут сказать, да кто нас там ждет на этом поганом Западе? Да мы никогда! Да и ничто! Эти разговоры, эти аргументы, это аргументы уровня Советского Союза. Советский Союз тоже не хотел, чтобы Россия была частью западной цивилизации, потому что он был искренне заинтересован в том, чтобы свое население контролировать, давить и унижать. Чтобы свое население жило в страхе и покорности. А встраивание в международные институты, экономика конкуренции и большой открытый рынок, который бы уничтожил монополию государства на эту власть, им, конечно же, был не нужен. Как это вы можете заглядываться на Запад, товарищи? У нас тут коммунизм, пахнет он, конечно, так себе, но свой коммунизм, а если придет чужое, то обязательно означает это внешнее управление над Россией. Если не мы, если не наша шишка, не наши угрозы всему миру, если мы не будем постоянно накуканивать, то ведь нас всех развалят, нас войдут. Мы ведь, они вечные враги, и мы вечные враги для них. Никогда не было по-другому. Поэтому я могу множество примеров из истории привести, когда это было по-другому. В 18 веке Россия была очень встроенной в европейскую систему отношений к государствам. В 19 веке мы вступали поочередно во всей европейской коалиции. В 18 веке у нас была австрийская коалиция. Мы с австрийцами воевали очень часто. И мы дружили с Англией в 18 веке, потому что почти 95% леса для производства верфей, для производства судов производилось в наших верфях. Английские суда практически из нашей древесины полностью состояли. И мы всегда блокировались с Англией. В тесном сотрудничестве жили с Англией. И дружили с Англией. Было такое время. Было время даже, что мы дружили с Соединенными Штатами Америки. В России страшно представить. Это было время при Александре II. И было время, когда мы даже антианглийскую коалицию с Америкой возглавляли при Александре II. Было разное время, скажу я вам сразу. В России разное время происходило. Но вычленять из истории России только советский период, когда мы воевали со всем миром, потому что считали, что наша безумная коммунистическая идея самая правильная, а вокруг нас живут капиталисты поганые, которых надо переобуть, перенастроить. А если не перенастроить, то они сами нас перенастроят, тогда уж конец. Это вот мышление советской эпохи. Мышление советского исторического диамата. Это мышление замшелого, очень замкнутого в себе, ограниченного кругозором деда-старика. В Европе есть много стран, которые готовы сотрудничать с Россией. НАТО не препятствует тому, чтобы это сотрудничество продолжалось. Конечно, у всех стран есть свои интересы. И Америка не хочет видеть нас великой страной. Да. И что с того, когда было по-другому? Когда по-другому страна не отстаивала свои национальные интересы, но не всегда получалось. И Америка много раз в своих исторических ошибках каялась. И много раз сама фейлилась на тех попытках обуздать своих конкурентов, которые имели место. Если вы меня спросили, какой самый страшный шаг, который дестабилизирует Америку в мире и подкосит европейскую гегемонию, это вступление России в Европейские институты, это вступление России в НАТО и ЕС. Вот это подкосит действительно сильно гегемонию Запада. Потому что Россия будет иметь огромное представительство в Европейском парламенте. Потому что Россия будет иметь возможность влиять на Первый мир, интегрироваться с ним, навязывать свою политическую волю, дискутировать. И Альянс НАТО будет уже не таким вольно односторонним, когда вокруг с другого полюса появится страна, которая такая же по военным хотя бы возможностям, такая сильная, как Соединенные Штаты. С которой уже не придется на языке ультиматумов говорить, как США привыкла говорить со своими союзниками, какими-нибудь серьезными не были. Есть серьезная сила даже внутри НАТО сейчас-то, Германия. Экономическая огромная сила. Заинтересована ли США в том, чтобы Германия не имела ее? Конечно, заинтересована. Только не получается у нее что-то это делать. Все страны друг против друга играют. Но вопреки представлению советского пенсионера Чупакабры, который любит представлять шахматную партию как войну противоположностей, в котором противник должен убивать обязательно другого, в нормальной политической игре есть проигравшие и выигравшие. И это спорт, в котором ты соревнуешься и усовершенствуешь свои навыки. Глупо отказываться от поединка, глупо отказываться от участия с лучшими в войне и вместо этого идти и набивать шишки в Азии, соединяться в страстном сайте с Ираном, мечтать о великолепии Северной Кореи, думать о альтернативном глобальном господстве с Китаем на уровне той же марионетки. Ведь мало кто понимает, что отрицая интеграцию России с Европой, они автоматически ничего не находят плохого в том, чтобы стать марионеткой Китая. Но мы же будем мощной марионеткой, я предполагаю, думают они. Мы никогда не станем марионеткой Европы, Россия суверенная страна, а еще у нас есть равноправный, могучий партнер, великий стержень, густой волос, нефритовое спокойствие, золотой туман, товарищ Кси. Товарищ Кси это не наш господин, товарищ Кси это равноправный стратегический партнер, который уважает Россию в отличие от этих вот, понимаете, европейцев с другими, понимаете, взглядами этими. Ну и шо, что мы продаем ему лес, ну и шо, что браконьеры китайские уже давно леса наши повырезали, ну и шо, что лапы медведей они вырезают и популяцию их сокращают, ну и шо, что они загрязняют Байкал, это понимать надо стратегическое сотрудничество, читай по губам. А вот запад, он в подъездах у нас сыт, вы понимаете, это важнее чем Байкал, важнее чем вот эти вот экономическое истощение регионов из-за Китая. Вот туда посмотри, вот Байден сыт в подъезде, я сам видел вчера, вот я вижу реальную угрозу запада, а не эту вот китайскую, какую там рисуете, Китай с нами, ты шо, Китай с нами впрягается. Правда в том, что каждая страна насрала на другую, правда в том, что каждая страна мечтает о своих национальных интересах и правда в том, что каждая пользуется друг другом, но вместо того, чтобы обвинять казино в том, что оно обманывает людей, может сыграть в него нормально по правилам, а правила очень просты, взаимодействовать со своими интересами. А в России есть огромные интересы у запада. И как показало недавнее время, которое очень красноречиво нас подводит к мысли о том, что мы не способны импортозаместить ни черта. Нам нужно соревноваться и улучшать свое у лучших. Не у Пакистана, не у Нигерии, не у Сомали, а у лучших. Чтобы стать лучше, вы должны конкурировать и торговать с лучшими. Так, собственно, Запад и сделал свою великую европейскую цивилизацию. И чтобы мы стали такой цивилизацией, нам тоже нужно конкурировать с лучшими, а не с копировальной машиной Китая, которая способна только повторять за лучшими. Надо брать инструменты у тех, кто способен менять мир. Как бы вам не интересно было и не хотелось, как бы вам не мечталось отворачивать нос, как бы вам не хотелось из кичливой гордости сказать «Мы особая цивилизация, никому нам не указ, у нас все самое лучшее, мы сами с усами». Говно с усами на самом деле и даже, наверное, ниже, чем с усами, а может быть и даже без усов. Потому что любая эгоистичная, завидевшая в себе зеркало, замечтавшаяся, залетевшая в эти грезы нация погибает. Нет ни одного экономического чуда, происходящего внутри замкнутой страны с замкнутой экономикой. Почему-то не производит Германия графических процессоров. Почему-то мы не знаем великолепных телевизоров производителей фирмы из Британии. Почему-то, наверное, существует рынок разделения труда. Почему-то люди и экономики в них страиваются и богатеют. И только одна страна мира, как говорится, не играет по этим поганым правилам, установленным ШИЗА, санитарами для ШИЗОВ. Мы не будем играть по этим, установленным для нас правилам Международного валютного фонда. Мы сами все будем производить. А если не знаем как, ну так мы у китайцев-то купим, произведем свои компуктеры. Потребуется еще 40 лет для этого, чтобы мы технологии десятых годов сделали. Но зато, знаете, зато никак, за то, чтобы поднасрать на зло бабушке, отморозим уши, сделаем так. Дороже, неэффективнее, непроизводительнее, херовее. Своё зато. Да, наши поезда медленнее, а зато своё оно. Но вместо того, чтобы понять, вы не сможете сделать ничего своего, не посмотрев, как у других, не сравнив и не придумав лучше. Так всегда работал мир. Так всегда существовали рынки. Так побеждали нации. В конкурентной борьбе. Но если вы обрываете конкуренцию, в одностороннем порядке закрываетесь от мира, с любыми исходами, при любых обстоятельствах, вы проигрываете. Потому что интеллектуальный потенциал вашего народа, главное и самое основное, ваши интеллектуалы, ваши ученые, врачи, академики, все они внезапно оказываются без работы. Потому что наука не может быть запертой внутри одной страны. Она должна быть интернациональной, международной. Сотрудничество, конкуренция, встраивание в цепочки добавленной стоимости. Это основа процветания экономики. Ни одна экономика, закрываясь от мира, не процветала. Никогда. Никогда. Ни одна. Китайское экономическое чудо – это феномен открытой экономики. Безусловно, открытой. Не сегодняшней под санкциями, а в 70-е годы, когда она начала свои экономические рывки, рывок свой произвела, открытая абсолютно к западу экономика. Это поворот к западу. Потому что, хотите вы или не хотите, запад – самая цивилизованная, развитая, технологически. Общность на земле. На этой земле. А мы с вами живем на одной планете. Россия все-таки не на Луне находится. И у нас очень огромные, богатые, невероятно талантливые люди. Гигантский, богатый народ. Который все это время жил под пятой коммуняк, лицемеров и вырвиглазных чудовищ с рыбьими глазами, которые запрещали ему развиваться. Которые вот этот костер огромный душили своим копиумом под пламенем, чтобы он не поднимался выше, чем надо, как партия заверяла. И вот все эти годы, пока этот костер тлел, он тлел по многому потому, что никому не давали воздуха в этом костре. Никому не давали и боялись. Если мы дадим западу свои идеи, они же нас победят. Сразу победят. Если мы пустим запад, мы сразу проиграем. Это будет унижение. Я скажу вам очень важную вещь тем, кто боится унижений. Не стыдно признать, что вы отсталый. Стыдно не работать над собой. Не стыдно проиграть в технологической гонке. Стыдно не изучить уроков вашего поражения. Не стыдно один раз унизиться. Стыдно постоянно терпеть унижения и смешки великой страны, которая заперта в себе и бровадится величием, от которого остались только рожки и доножки, в то время как весь мир шагает в 22 век. Вот это стыдно на самом деле. Это подлинно стыдно. Стыдно должно быть не за то, что мы слабые. Стыдно должно быть не за то, что Запад опережает. Стыдно должно быть не за то, что у нас, Господи, в великой страны поднялся комплекс. Мы не можем сказать Западу. Мы не можем прийти к Западу. Мы не можем. Мы боимся или они не хотят. Нету ничего невозможного для тех, кто желает этого достичь. И нету ничего позорного в том, чтобы учиться на своих ошибках, и в том, чтобы исправлять их, в том, чтобы учиться, в том, чтобы изменяться, чтобы в следующий раз такое, как сейчас, не повторилось. И я здесь не хочу повторить слова разного рода либералов, чтобы вы не подумали, будь то бы я думаю, что все это ошибка. Чтобы в следующий раз это действительно закончилось за один день, а не за 88, как сейчас. Чтобы в следующий раз, чтобы действительно в следующий раз не было вот этого позора. Действительно позора, страшного позора, когда великая страна с ядерным оружием не может нагнуть воображаемую банановую колонию Бантустана уже 88 дней. Чтобы вот этого не повторилось. Чтобы этого позора не повторилось. Чтобы этих ужасных ужимок, мы продвигаемся по плану, согласно плану. Мы, наша великая страна, продолжается грандиозное штурмовое шествие против завода Азовсталина. Завод уже практически уничтожен. Мы действительно уничтожили завод. Это великое достижение уничтожит завод, это даже символичное достижение уничтожит завод. Кто-то Берлин брал, кто-то Рейхстаг, понимаете, осаждал, а кто-то осаждал завод. Долго, упорно, мучительно завод. И уничтожили таки индустриальный завод, который потом никогда не будет восстановлен. Это символично, да. Главное, чтобы завод уничтожен был, чтобы ничего не производилось в нем. Но вот главное потом над ним еще красный флаг поднять. Это самое лучшее. Это самое красноречивое описание того, что не должно повториться. И о каком позоре я говорю. Так что, если вы хотите, чтобы этого позора не было, учитесь у лучших, как делать военные операции. А если у вас не хватает для этого мозгов, наймите тех, кто знает. И научитесь у них этому. Пожалуйста. Невыносимо стыдно и больно от патриота глядеть на эти ужимки, жалкие попытки, мерзкие шажки, эти вихливые и витиеватые рожи, не способны ничего сделать с настоящим моментом. Вот это вот стыдно. А у Запада учиться не стыдно, поверьте. Ни у кого не стыдно учиться. Ни у кого не стыдно просить технологии. Ни у кого не стыдно становиться лучше и оттачивать свое мастерство. Преодолеть свою ебаную гордость. Спасибо за вопрос. Давайте ответим на новое. Благодарю вас. Игорь, может в этом дело. В нас видят потенциально сильного. Конкуренты хотят задавить в зародыше, видя ничтожность и аутоагрессию нашей элиты, что ведет нас к деградации. Они находят в этом выгоду. Согласен. Стараются провести политику, чтобы режим Путина остался навсегда, но хуже и слабее криптоколониальное Шуя. Нет, я согласен с этой вовсе не Шуя. Я более чем уверен, что западные лидеры потому и не хотят свержения Путина, потому что он выгоден. Самое лучшее состояние России для Запада сейчас – это вечное правление Путина. Чем дольше Путин находится у власти, тем слабее становится Россия. Тем больше она вгоняется в самоизоляцию, тем меньше конкуренции. Действительно, Россия сейчас из потенциального лидера превратилась в европейского аутсайдера. Аутсайдера. Да, мы можем стрелять танками, захватывать страны, но, как очевидно, мы убедились в недавних событиях, даже страны захватить не можем, как надо, как хорошо было бы захватить. И это показывает хорошо странам Запада, что замечательно. Пусть он там завязнет на 10-15 лет, да пусть он вообще навсегда там завязнет. А мы будем поддерживать Украину. Я более чем уверен, что страны Запада бы хотели, чтобы Путин вообще не умирал, чтобы русские всегда были вот в таком состоянии нераскрытого потенциала, который есть в нашей стране, чтобы русские никогда не поднялись. Но на то-то русские существуют, на мой взгляд, чтобы доказать Западу обратное. По примеру Петра Великого, который когда-то вломал это окно в Европу, который когда-то разбивал эти двери в цивилизованный мир для нашей страны, мы тоже должны взять и открыть, выломать эту дверь в Европу, которую строят вокруг огромного забора самые разнообразные советские троглодиты. Это вот озеро советских троглодитов. Нам нужно перескочить. Нет ничего стыдного в том, чтобы учиться. Нет ничего не патриотичного в том, чтобы сотрудничать с Западом. Это прямое и самое важное, на мой взгляд, условие для нашего возрождения и нашего подлинного величия. Не надо считать Запад для себя врагом. Не надо считать Запад себе другом. Надо считать Запад своим решением. Продолжение следует... Продолжение следует...